Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Библейские чтения». С вами автор и ведущий Николай Арефьев. Наша рубрика «21 век и дух пророчества». И тема сегодняшнего выпуска – освоение космоса и сатанинский культ силы. То есть я продолжаю размышлять в контексте празднования дня космонавтики, рассматривать и последствия, и те действия, которые влияют сегодня на человечество. Речь идет о философии освоения космоса. Мы говорим о философии. Никакое дело, никакой такой масштабный, скажем, проект не может рассматриваться и не может развиваться без определенной идеи. Во всем есть идея. И я еще раз повторю, что для нас, обывателей, хотелось бы, чтобы любая идея, она разворачивалась в области улучшения нашей с вами жизни. Но вот, к сожалению, освоение космоса, оно никак не связано с улучшением нашей с вами жизни. Рассматривая все эти «за» и «против», все эти «хорошо» и все эти «плохо», мы однозначно придем к выводу, что кольцо вокруг нашей шеи, вокруг наших дыхательных путей, помимо прочих проблем, оно суживается и за счет освоения космоса. Можно парировать, что освоение космоса дает нам такую блестящую форму коммуникации, связи. Я соглашусь с этим, но при этом напомню, что эта самая коммуникация, эта связь, прежде всего, прежде всего, основана на тотальном контроле над человечеством. То есть палка о двух концах. Да, с одной стороны, космос дает нам с вами возможность связи. С другой стороны, космос контролирует нас посредством этой связи, и уже это ни влево, ни вправо шага не сделаешь. Без этого контроля твои мысли уже заведомо известны наперед. Но я вернусь все-таки к философии освоения космоса. По большому счету, освоение космоса, как оно выглядит? Это желание человека превысить свои природные способности. Насколько это обосновано, как это связано с библейской антропологией, со здравым смыслом. Что, собственно, это такое? Ну, давайте мы как бы войдем в психологию человека, который первый поставил такой вопрос. Человек, ну, возможно, глядя на птиц, вот как они легко парят в небесах, и для себя такую построил идею. А если бы мне вот потом же таким же образом парить, что стоит за этим? Почему человек так стремился и добился своего взлететь в небо? Ему это очень дорого стоило. Если сказать, что полеты на небеса приводят, ну, человеку приносят какой-то экстаз, наслаждение, это не будет объективным и верным. Какая-то часть наслаждения там, конечно же, присутствует. Но если взять того же падающего вниз парашютиста, раскрывается купол и так далее, кроме как ублажения собственного самолюбия или достижения каких-то там коммерческих, амбициозных целей, здесь нет ничего, нет никакого в этом удовольствия. Человеку не дано летать. Человек может получать удовольствие, идя по этой земле двумя своими ногами. Когда он идет, он получает удовольствие. Если он камнем летит с горы, потом под ним поднимается парашют, там удовольствия в этом никакого нет. Поэтому сказать, что люди начали смотреть в небо и пытались каким-то образом найти средства, чтобы также подняться в небо ради удовольствия, нет, это не будет верным. Почему человек стремился в небо? Ответ очень простой. Он предельно прост. Человек стремился в небо для того, чтобы ему обрести какие-то особенные качества. Он желает стать исключительным. Многие люди, ну, позволю себе такое предположение, что значительная часть человечества дала бы большую цену за то, чтобы им выделиться среди других существенным образом. Согласитесь, научиться летать, именно так мы ставим вопрос в отношении покорения воздушного пространства. Человек ставит цель научиться летать. Что он добивается этой целью? Этой цели он добивается ни много ни мало. Подняться на порядок выше, над другими особями, над другими людьми, ну, то есть, представить некоторый такой антропологический феномен. Вопрос для чего? Гордость отчасти так, отчасти так. Но если бы все ограничивалось амбициозностью, то это бы так не развивалось. Ну, какая амбициозность? Ну, хорошо, ты поднялся, но ты молодец. Это, ну, там, выглядит героически, или ты что-то постиг, но и на этом все останавливается. Почему человек старается привести какие-то особенные качества для того, чтобы ему стать сильнее? Для чего человеку необходимо стать сильнее, скажите? Если бы развитие, освоение воздушного пространства начиналось с транспортной авиации, если бы все силы покорения воздушного пространства были брошены на развитие каких-то аграрного сектора, на улучшение жизни людей, я бы согласился с тем, действительно, хорошая мысль, хорошая мысль. Но мы находим совершенно другое развитие, освоение воздушного пространства для того, чтобы в это пространство выпустить, скажем, объекты, которые уничтожают людей, чтобы сбрасывать с них бомбы, чтобы стрелять с пулеметов, чтобы впоследствии запускать баллистические ракеты разрушительного действия, а чтобы еще попозже эти самые устройства, эти схемы располагать в космосе, и все прекрасно понимают сегодня, понимают все, хорошо понимают, что, скажем, та структура, структура, ну, некоторая структура, это может быть страна, это может быть группа стран, это может быть какая-то коллегия, это может быть совет, который будет владеть контрольным пакетом акций космических, он будет владеть всей Землей. Человек поднимается в воздух для того, чтобы владеть землей, чтобы контролировать землю, чтобы уничтожать землю и чтобы стать на порядок выше в своей силе. Что это такое? Это сатанинский культ силы. В нем нет здравого смысла, нет здравого осуждения. Если бы люди здраво судили, представить себе, что люди вдруг протрезвели, все люди до единого протрезвели и сказали, что мы делаем. Послушайте, давайте посчитаем, что мы делаем с вами. Что мы делаем? Целая промышленность, я не говорю, что отрасль промышленности, промышленность работает для того, чтобы строить военные летательные аппараты. Практически подавляющее большинство бюджета, используемое на построении летательных аппаратов, это бюджет военной промышленности. Это не бюджет авиастроения для пассажирских перевозок. Хотя и то, и другое, и третье финансируются из кармана налогоплательщика. Но когда налогоплательщик финансирует собственную смерть будущую, собственную угрозу, в этом нет смысла. Поэтому я смело называю этот процесс, вот философию процесса или желание, стремление освоения воздушного пространства, включая космос. И идея сегодня поднимается выше, осваивать планеты, куда-то выйти еще дальше, построить еще какие-то иные корабли, куда-то двигаться. Для чего? Для того, чтобы стать сильнее. Стать сильнее, властвовать, владычествовать над другими людьми. Это сатанинский культ силы. Наслаждаться своим владычеством. Если, ну даже и присутствует такая как бы идея, что некоторые страны, скажем, вооружаются для того, чтобы им иметь безопасность. Ну все это так абстрактно, недоказательно и непонятно. Вооружаются для обороны, а при этом нападают на беззащитных и так далее, и так далее. И на самом деле действует философия сатанинского культа силы, чтобы властвовать над людьми. И при этом у самих же людей отбирают средства, и на эти средства строят там ракеты, строят вооружение, выходят в космос и осваивают этот космос. Ну, если так банально, примитивно просто подходить к этому вопросу, ну, с позиции библейской антропологии, да. Человек создан для того, чтобы ходить на земле. Одно. Но это ничем новым не является. Господь Бог человеку подарил землю. И сказал ему, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и владычествуйте ею. Все понятно просто, да. И, наверное, кому-то и скучно это слушать. Но если брать цифры, сколько сегодня земной площади люди освоили? Они порываются в космос. Они говорят о Марсе. Говорят о недостатках полезных ископаемых. Говорят о том, что там экология ухудшается. Она ухудшается за счет чего? За счет войны, за счет опасности радиационных отходов и всего того, что связано прежде всего с военной промышленностью. То есть человек освоил всего 25% культурных земельных наделов. Это помимо водного пространства нашей планеты. Всего 25%. По мнению некоторых экспертов, наша планета свободно может прокормить, свободно, не напрягаясь, не меньше 50 миллиардов людей. Сегодня, исчисляя 7 миллиардов там с небольших на планете, люди уже бьют тревогу о продовольственном кризисе. Миллионы голодающих, сотни миллионов голодающих людей. И не освоив землю, не наведя порядка на земле, а имея ресурсы, если вот эти ресурсы все, которые, эти все триллионы долларов, используемые для того, чтобы осваивать космос, человек для начала бы запустил в программы по освоению земли, мы бы жили в раю. Мы просто бы жили в раю, и мы бы задавали вопрос, зачем нам лететь в космос при температуре минус 273 градуса в таких условиях безжизненного пространства, какой смысл, вы понимаете, сказать, что это ради интереса. Мы не можем сказать, такие деньги тратятся, такие силы, такие жертвы приносятся. Сколько людей гибнет на вот этом всем поприще. И один и тот же вопрос, ради чего? Мы понимаем прекрасно, это не ради человека, это не ради благосостояния людей. И все прекрасно понимают, что контролирующий космос будет контролировать весь мир. И если уже касаться эсхатологических предсказаний, то мы прекрасно понимаем, что уже смотря на этот мир с позиции развития технологий современных, что Антихрист, Антихрист. Но тот самый четвертый зверь, страшный и ужасный, прежде чем он покорит всю планету, он сначала покорит космос. Покоривший космос, имея в руках такие серьезные рычаги и связи, ему легко будет властвовать над всеми народами, и эти самые народы ему поклонятся в свое время. Это все о философии захвата и освоения воздушного пространства. Воздушное пространство начинается вот на том пределе, за который человек уже подпрыгнуть не может, уже 10 метров вверх, это уже воздушное пространство. А космические летательные аппараты, они уже устремляются к другим планетам, и пытаются освоить это громаднейшее пространство космического вакуума. Вопрос зачем? Вопрос для того, чтобы владычествовать над другими людьми. Это все философия сатанинского культа силы. Потому что логика человеческого разума здесь не срабатывает. Не срабатывает. Люди, если бы посчитали все издержки, посчитали все потери, посчитали настоящие расходы на все это, они бы, ну, они буквально были бы, да они и посчитали. Вот что странно в этой всей ситуации, что странно, что пугающе в этой ситуации, да разве не знают люди? Вот именно те группы, те коллеги, те национальные правительства, которые закладывают бюджеты своих стран, такие громадные, они разве не знают, что это? У них что, нет намерения сесть за стол переговоров и как-то договориться, чтобы все это остановить. Это не останавливается ничего. Развитие космоса только набирает свой разбег истины. Это все только начинается. И у человечества перспективы нет для устойчивого развития, потому что космос нужно развивать сейчас. Кому-то нужно развивать космос. Вот просто для чего это вопрос, также очень интересный. Очень интересный вопрос. И он связан, опять же, с библейскими предсказаниями в отношении космоса. Таковы имеются предсказания. И эти предсказания, они сокрыты в апокалиптических видениях Иоанна Богослова. И вот одно из таких видений я хотел бы предложить для рассмотрения, чтобы понять, какой смысл развития космоса. Во-первых, ни для кого из нас не секрет, что угроза, которая звучит в библейских предсказаниях, а это угроза, что земля и все дела на ней сгорят, она в современном мире воспринимается более чем серьезно. Вот над многими библейскими догмами люди надмиваются и смеются, но над тем, что земля и все дела на ней сгорят, никто не смеет насмехаться. Напротив. Современная там эзотерика. Авторы философских, вернее, фантастических триллеров сегодня настраивают человечество на эту драматичную кончину жизни на земле. Это сегодня поделено. То есть нет альтернативы уничтожению земли. Но вопрос в чем? Есть, скажем, характер библейских предсказаний, есть содержательность библейских ведений на эту тему, и есть заявления, которые мы слышим с позиции научных экспертов, и они сегодня давлеют над библейским. Они давлеют. Говоря о том, что земля погибнет, наука сегодня имеет несколько гипотез, несколько предположений. Все они крайне серьезно разрабатываются и выдаются. Научный мир сегодня выдает мощнейший пропагандистский прессинг, который уже убеждает, и я думаю, что убедил обывателя в том, что действительно земля предречена к своей гибели. Есть различные, скажем, интерпретации этого конца. Чаще всего говорится о какой-то вспышке на солнце, повышении радиационного уровня. Есть теория глобального потепления, есть версия глобального похолодания, есть версия столкновения с какими-то небесными космическими телами, есть версия какого-то биологического, биологического катаклизма на Земле, там восстание роботов, немаловажная, скажем, версия, или вторжение некоторых неземных существ. Все эти версии серьезным образом разрабатываются и пропагандируются в современном мире. Какая версия апокалиптическая, евангельская? Она очень простая, эта версия. Скажем, апостол Петр говорит, что земля и все дела на ней сгорят. Так вдруг во мгновение ока. Эта картина, она представляется следующим образом. Она состоит из двух этапов. Вот библейская картина. Небо свернется как свиток. Первый этап. И второй, земля, и все дела на ней сгорят. Что значит небо свернется? Наша атмосфера с вами, она представляет материальную часть космоса. Это не безвоздушное пространство. Она состоит из набора определенных газов, которые и позволяют планете Земля защищаться. Вот этот слой, слой материи газовой, он защищает Землю от космического космоса. Конечно, но мы понимаем, что слой не сам по себе слой. Это одна из позиций сотворения Земли. Господь Бог таким образом сотворил Землю, таким образом ее сокрыл от космического холода, от космического хаоса. Первое, что произойдет на Земле, Земля будет лишена этого верхнего покрова. То есть на Землю ляжет космический смертоносный холод. Каким образом эта версия рассматривается в предсказаниях Иоанна Богослова? Думаю, нам будет интересно здесь несколько этих текстов. Буквально прочитать. Вероятно, мы не всегда обращаем внимание на значение того, что оставил для нас в своих видениях Иоанн. Я предлагаю несколько текстов из шестой главы книги Откровения. Здесь присутствует предупреждение о гибели планеты всей и показан нам с вами последовательность. И мы с вами очень легко это свяжем с темой освоения космоса. Смотрите. Я читаю шестую главу книги Откровения. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власяница, луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Акса. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Такая простая картина. Эту картину видит человек, уроженец первого века по Рождеству Христову, две тысячи лет назад. Мы понимаем, никакой индустрии, никакого авиастроения, кораблистроения, ничего его нет. Что видит этот человек? Он опять же видит, что небо снимается, скрылось, свившись, как свиток. Он видит, как на землю падает ледяной холод космической смерти, космического хаоса. Реакция людей. В этом видении мы можем с вами усмотреть двоякую реакцию людей на данное событие. В 15 тексте сказано, что люди, здесь они перечислены по их чинам, по их статусам, они укрылись в ущелье, как здесь сказано, в пещеры и ущелье гор. Это глазами человека первого века. А что же произойдет, если мы смотрим, читаем это видение глазами современного человека? Куда скрываются люди? Люди скрываются в специально приготовленные бункеры, которых сегодня уже достаточно настроено. Тема гибели человечества, это тема актуальность, она более чем актуальна. Эта тема, она больше всего страшит сильных этого мира, олигархат этого мира, экономическую, скажем, элиту. Всю знать этого мира, страшит эта тема. Почему? Потому что им есть что терять. Эти люди боятся. Страх постоянно поддерживается и подогревается всевозможными пропагандистскими структурами, которые на полном серьезе приготавливают к мир, к страшной катастрофе. И к этой катастрофе часть людей уже приготовилась. Ну, скажем, людей, которые понимают серьезность предстоящей катастрофы. На сегодняшний день это ни для кого, ни секрет. Настроено достаточно уже бункеров, вмещающих там определенное число людей. Людей это бывшие, скажем, шахты баллистических ракет. Это специально построенные бункеры. Они строились и строятся на случай ядерной катастрофы. Самая простая версия гибели Земли это ядерная катастрофа. Ядерных бомб, ракет накоплено достаточно, чтобы Земля и все дела на ней действительно сгорели. Земля сдвинулась с оси своей. Люди это богатые люди, они прекрасно это понимают. У них есть сверхприбыли. У них есть чем платить. Они строят себе бункеры. Очень много бункеров. Здесь сказано, что не только богатые, но также военные люди, сильные и рабы свободны. То есть богатые люди, они не могут существовать без всякой прислуги. У них есть силовые структуры, у них есть обеспечение жизни. жизни человечества, человечества, вот этого порядка, которым здесь сказано, это люди, которые противились Богу. Они остались в таком числе и они остались в таком настроении, ну, в такой направленности спасения любыми силами. Трагедия этих людей заключается в том, что пропаганда их убедила, что это не божий есть гнев. Это не божий гнев. Значит, в данном случае это природные катаклизмы и они сегодня не готовятся к встрече Божьего гнева. Они не верят в Божий гнев. Они не верят, что Иисус придет на облаках. Заметьте, что освоение космоса оно развивается торжественно, скажем, или параллельно с развитием богопротивления. И сам по себе полет Юрия Алексеевича Гагарина в космос, он у многих атеистов вызвал такой вздох облегчения на их примитивном, банальном таком уровне, это уровень приматов, понимания божества. Они засвидетельствовали, что Гагарин полетел в космос и он там не увидел бога. Но если он его здесь не увидит, как он его увидит там? В понимании безбожников, безбожников. Бог это некто сидящий на облаках, так они рисуют в своих карикатурах, так они сегодня это представляют в своих клоунадах. Эти клоунады 21 века имеют то же самое понимание божества, как и клоунады 19 и 20 века. Они рисуют какого-то там пожилого человека, сидящего на облаках и тем самым ограниченного. Поднимается человек в космос, вот он там не видит никого и вот он радуется, да действительно мы все были правы, нет никакого бога. Забегая вперед скажу, они его увидят, на облаках они увидят, но когда они его увидят, тогда для них дойдет, что их понимание божества было крайне искажено. И сегодня вся пропаганда скажем антихристианская, античеловеческая, она направлена на то, чтобы убедить людей, что гнев от Бога, гнева от Бога не существует. Знаете, как сегодня либеральная религия убеждает людей, что ну даже, ну даже если есть божество, скажем, некоторое генеральное, скажем, божество, единое божество, ну разве божество вот будет, дойдет до такого, скажем, до такой жестокости, что людей будет всех до единого, грешников, безбожников бросать в какую-то там пропасть ген. Да нет, конечно, не думает об этом обыватель. Их не желает об этом думать. Это так, у них есть такой отход. Но подавляющее большинство людей, они убеждены, что катаклизмы, если они придут, они придут с позиции природы. И от природы можно природно и защититься. Поэтому и строятся сегодня бункеры. Но более продуманные, скажем, структуры понимают, что не всегда укроешься в подземных бункерах. И параллельный проект, который сегодня разрабатывается, вот это одно из направлений космоса. У космоса есть две генеральных линии по разработке его. И ни одна из этих линий, она не предусматривает, скажем, улучшение благосостояния простого человека, этих миллиардов простых людей. С одной стороны, космос милитаризован, космос это вооружение, космос это контроль, космос это возможность атаковать противника, с другой стороны, космос это некоторое, скажем, видение спасения от природной катаклизмы. Логика верна, логика верная. Где еще спасаться от от земли, с которой атмосфера будет разрушена, как не в космосе. Логично, да, логично, логично, хотя и достаточно неоподеленно как-то опасно все, но выбора нет. Поэтому какая-то часть людей ориентируется на спасение подземных бункеров, какая-то часть людей, и об этом говорится сегодня прямо, пытаются осваивать космос, и говорят совершенно серьезно о колониях на Марсе, о зарождении жизни на Марсе, на Луне не подходит. Почему? Потому что если какой-то космический взрыв коснется Земли, то он коснется и спутника его Луны. Это ненадежное место, не смотрят далее. Самый простой способ сохраниться это просто жить в этих летательных аппаратах. Не исключено, что сегодня уже эти летательные аппараты имеют своих жильцов, там есть своя прописка, там все проплачено, и есть люди, которые готовы в любой момент, когда только начнет какая-то точка отсчета, покинуть эту Землю и находиться на летательных своих аппаратах. Я хочу вернуться к видению, которое здесь Иоанн показывает. Смотрите, прежде чем небо скрылось как светок, он видит звезды небесные пали на Землю, как смоковница потрясаемо сильным ветром роняет незрелые смоквы свои. Что видит Иоанн? Иоанн видит Землю, он видит над Землей светящиеся объекты, его понимание это звезды, но в нашем понимании, если звезда упадет на Землю, то она Землю разрушит. Мы понимаем, что это не могут быть звезды, но в том понимании, которое открывается библейское мировоззрение, созданное, но это есть светящиеся объекты. И у нас здесь открывается одна очень интересная и логичная догадка, что Иоанн мог видеть летательные аппараты, это летательные аппараты, в которых спасаются богатые люди мира сего, это логичная идея, эта идея сегодня озвучена, здесь никакой фантазии нет, это так на самом деле, что сильные мира сего, одна часть будет спасаться в бункерах, другая часть будет спасаться в летательных аппаратах. И что видит Иоанн? Иоанн видит, что эти аппараты, эти летательные скажем, какие-то корабли, ракеты, космические дома, они будут стряхнуты, вот как смоковницу, как дерево трясется кем-либо, почему, потому что когда какая-то сила будет действовать на эти аппараты, они запустят свои двигатели, они будут сопротивляться тому, чтобы кто-то или некто сбрасывал их на землю, но это произойдет, вот это произойдет. Таким образом, мы с вами видим прямую связь между освоением космоса и между библейскими предсказаниями. И связь эта достаточно объяснима, реально, я не вижу здесь ничего такого фантастического, сказочного, мифологического, это все реальность. И если даже кто-то из людей никогда не читал предсказания Иоанна, то для него не является секретом, то что люди, богатые люди, обладающие миллиардными состояниями, а их не одна сотня сегодня на земле, у них есть семьи, у них есть какая-то прислуга, у них есть круг общения, понятно, они поднимают сегодня этот вопрос. Они больше всего боятся людей сегодня ядерной катастрофы, она для них реальна. Дальше научный мир расшатывает эту, скажем, страховую площадку или устрашающую площадку каких-то катаклизмов, связанных с похолоданием, потеплением или вспышками на солнце, и кому как небогатому человеку бояться, бояться, а бояться есть чего, но вот только спастись никому не удастся. Поэтому, когда мы с вами сегодня отмечаем день космонавтики, когда первый человек оказался в космосе, мы понимаем, что освоение космоса для нас открывает приближение второго пришествия Иисуса Христа. Это еще одна стадия, это еще один шаг. И что отрадно подметить, что любое явление в жизни человечества, в истории человечества, оно просто объясняется и с позиции библейского мировоззрения и на фоне предсказаний апокалипсиса, что в данном случае было продемонстрировано.